Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. С наступлением осенне-зимнего сезона нам поступает очень много вопросов, как подобрать СПФ-фактор для защиты кожи от солнца, например, в осенне-зимний период. Вообще нужен ли этот СПФ? Многие пишут, что, возможно, зимой он вообще не нужен нам, крем с СПФ. Давайте попробуем поподробнее с этим разобраться, несмотря на то, что мы, конечно, очень много об этом уже на канале рассказывали. Можете посмотреть наши предыдущие разные видео, которые эту тему тоже затрагивают. Но попробую собрать это воедино как можно короче. Что дает нам СПФ? Он дает нам возможность предотвратить фотостарение, то есть реакции перекисного окисления липидов, нарушение гидролипидного барьера, которые вызваны агрессией внешней среды, в данном случае ультрафиолетом. Надо не забывать, что зимой, к сожалению, помимо ультрафиолета, агрессия внешней среды на нас действует гораздо больше. Это перепады температур, это отопительные системы, это печки в машинах, когда мы из более горячего воздуха переходим на холодную улицу, тем более, что у нас исторически сложилось как-то в регионе, что у нас чем холоднее на улице, тем будет теплее дома. Хочется прийти и погреться. Что касается ультрафиолета, мы должны в первую очередь уметь подбирать СПФ по уровню ультрафиолетового индекса, то есть по уровню инсоляции, который мы смотрим в прогнозе погоды. Если мы видим, что он не выше 3, то есть 2, от 0 до 2, максимум 3, то если мы не используем никаких агрессивных средств, которые нарушают гидролипидный барьер, можем в принципе не использовать СПФ, пользоваться обычным увлажняющим кремом, который не содержит СПФ. Если же ультрафиолетовый индекс превышает, то есть цифру 3, то есть он 4, 3, 4, 5, то уже нам, несмотря на осенне-зимний сезон, все равно нужен солнцезащитный фактор в нашей косметике дневной. Мы выбираем СПФ-фактор от 8 до 15, ну до 30, и этого будет вполне достаточно для использования осенью. За исключением тех случаев, если мы осуществляем какой-то агрессивный уход за кожей, то есть мы идем на курс пилингов, или мы готовимся к пилингу какими-то кислотными средствами, или мы просто ввели в уход активный ретинол, кислотные средства, что-то такое, то, что повышает нашу сенсибилизацию кожи к ультрафиолету, то есть кожа, чувствительность кожи к ультрафиолету повышается. Поэтому, если мы используем что-то фотосенсибилизирующее, или какие-то медикаментозные препараты, или курс антибиотиков, тетроциклиновой ряда, например, нам предстоит, то мы должны опять-таки вернуться к летним нашим СПФ-средствам, которые от 30 и выше содержат СПФ-фактор, и пользоваться ими. Если же нет, то, как я уже сказала, ориентируемся на ультрафиолетовый индекс. Что еще важно? Защищать не только лицо, конечно, руки, желательно, средством с СПФ. И, кроме того, надо понимать, что СПФ-фактор, почему он так необходим? Он не только защищает кожу ультрафиолета, то есть предотвращает возникновение каких-то страшных вещей, а-ля меланома. Он не допускает активного процесса реакции перекисного окисления липидов на коже, то есть он предотвращает нарушение гидропидного барьера, потери влаги, трансэпидермальной потери влаги. То есть ультрафиолет на самом деле очень агрессивно воздействует на кожу, поэтому то, что мы используем даже в осенне-зимний период, средства с солнцезащитным фактором, это профилактика фотостарения. А фотостарение, как известно, это первое проявление старения, которое мы получаем. Потом это уже с возрастом переходит в хроностарение, какие-то уже возрастные изменения, которые нельзя предотвратить и избежать. Тут уже от генетики много зависит, но проявление фотостарения, их действительно можно отсрочить при помощи правильного грамотного использования СПФ. Вот такие важные моменты я хотела бы озвучить по поводу использования солнцезащитного фактора. Как видите, действительно, я считаю, что необходимым использовать средства с СПФ зимой. Если у вас остались какие-то вопросы на эту тему, я буду очень рада вашим комментариям под видео. Мы их все прочитаем, и я постараюсь на них ответить, если будет вопрос адресован лично мне. До новых встреч, новых видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите наш познавательный контент, наши видео с процедурами. Возможно, вам это тоже будет интересно.